Я очень часто смотрю фильмы про людей, не которые чего-то добились, а которые занимаются каким-то очень пипец каким-то интересным делом, которые достигли не совершенства в этом, а которые прям кайфуют от этого, люди, которые поглощены этим делом, люди, которые болеют этим делом. Например, сегодня я смотрела фильм про Квентина и Тарантино, вот отмороженный же чувак абсолютно, и дело в том, что у него даже, ну у него есть образование, даже по-моему не специализированное, ну то есть не киношное. И постоянно поражаюсь тому, насколько часто бывают у тебя какие-то события абсолютно неожиданные, даже не неожиданные, а такие, которым ты не придавала никакого значения, приводят тебя к моменту, когда все это собирается. Все вот эти, ну то, что у тебя было, например, вот я в школе начала с какого-то ляду учить английский, как истошное, математику я вообще обожала, то есть там какие-то работы научные писала. Я в какой-то момент начала сама изучать король, фотошоп, еще что-то, то есть я это делала чаще всего из-за того, что просто делала, просто мне, можно сказать, что нехер было делать, я что-то, что-то я делала. То есть это, знаете, из оперы пойти на курсы кройки и шитья, вот хочу и все. И Тарантино, интересный такой момент был, ну не момент, а вообще вот какая история, что он родился в семье, ну даже не в семье, он уже родился, его мать уже там с его отцом не общалась. Нормально все его воспитали, вообще классно так. Интересно, что его мать, когда ему исполнилось пять лет, начала его водить в кинотеатры, она фанатела по всяким гангстерским фильмам, и он это все впитывал, ему это так все нравилось, и в какой-то момент он, ну то есть начал какие-то истории, да, писать, он просто вспоминал все фильмы и моменты, которые его впечатляли, и записывал, как-то их может в другом порядке, и интересно очень получалось, то есть здесь взял, здесь взял, здесь взял, здесь взял, то есть это такое, даже не талант, а дар собрать что-то офигительно новое из старого, на какой-то лад очень специфичный, и на лад очень впечатляюще. Именно он не изобретал велосипед, но он взял что-то, что было уже, и просто по-другому это сделал. Он работал больше, не больше, а прям перед этой уже, перед началом карьеры, как режиссерской, он работал в салоне, в видеосалоне, короче, там где диски они давали на прокат, и этот салон стал очень знаменитым местом, по той причине, что люди приходили за кассетами, там за дисками, и он знал про все фильмы, все, до мелких, до самых мелких деталей, и он разговаривал, стоял с людьми, спорил часами о чем-то, они там что-то обсуждали, и возможно, да, он хотел когда-то, чтобы его там узнавали, везде хотел стать популярным, но вот эта какая-то внутренняя, внутренняя страсть вот эта бешеная, как и вот к фильмам, вряд ли он был ведом тем, что он хотел заработать денег. Самые великие дела делаются, самые великие открытия, и самые великие произведения, и самые великие коммерческие какие-то проекты делаются не после, даже не после, они не начинаются с желания заработать, они начинаются с какой-то страсти. Как, например, Стив Джобс, да, он именно инвентар такой, у него идеи бешеные, он сам сумасшедший тоже, вот, и он вот такой инвентар, он изобретатель, он продавец причем, да, у него был коллега, который на самом деле, ну, все вот изобретал, этот ему вроде как помогал, но этот еще и вот идею вот эту давал, то есть это страсть к новой идее какой-то, и умение ее воплотить, умение ее донести до людей. Причем это не было какими-то бешеными маркетинговыми мероприятиями, это было представление, как это презентация, да, новых продуктов, он сам презентовал их всегда, и это всегда была бомба, то есть он тоже брал, ну, естественно, мы не будем брать, а хотя почему бы не взять в счет то, что они сейчас просто берут, одну кнопочку убирают, все охерели, но это значит айфон 11, они потом эту кнопочку опять добавляют, все охерели, но это уже айфон 12, но это тоже нужно быть, блин, гением, конечно, эту стратегию построить, но это всегда было действительно бомба, это человек, который прошел через несколько компаний, да, у него получается, то есть из двух компаний он ушел, там его ушли и так далее, и сам он только уже потом практически под конец своей карьеры, ну, не практически под конец, а он уже потом в таком бешеном кипише все это делал, вот именно когда у него Apple появился, тоже смотрел несколько раз ее историю, вот эту всю, но вот именно страсть к тому, что ты делаешь, это приводит к невероятным результатам, самое сложное, наверное, для многих людей сейчас, это в мире вот этого огромного разнообразия и в мире столь напичканным какими-то стереотипами, столь напичканным какими-то, не барьерами, а, наверное, планками, и планки эти, чтобы себе ставить, нужно преодолевать определенные страхи, и сейчас люди, которые строят, например, экономику, это люди, которым 25 до 30-40 лет, но вот даже я смотрю по своим одногодкам, которым 30-35-40 лет, у нас была определенная эпоха, когда мы росли, и мы были воспитаны в определенных условиях, что на нас наложило определенные черты характера, определенные комплексы у нас наложило, с чем нам сейчас приходится справляться для того, чтобы, ну, тем, у кого все-таки эти комплексы, да, появились, есть же люди, которые изначально вопреки всему жили, есть же, мы же всегда живем либо вопреки, либо по соответствию, то есть, либо тебе говорят, что ты тупой, я не тупой, я вот, и ты вот вопреки начинаешь доказывать, что ты не тупой, и ты в битве живешь, это приводит к определенным крутым результатам очень часто, но нужно вовремя себя повести за руку, то есть, когда эти комплексы перестают вам приносить плоды, вот эти закомплексные, то есть, в какой-то момент ты понимаешь, что ты становишься круче, ты становишься интереснее, и как будто этот комплекс тебе уже не нужен, но без него ты не можешь, то есть, только вместе с ним ты можешь чего-то добиваться, но ты понимаешь, что он тебе уже, вот, это какая-то такая ступень другая, вот, это, ну, если смотреть на нас, вот тех, на нас такая спалилась, тех, кто закомплексованные, а вот есть люди, которые рвали жопу сразу, они такие, все предприниматели, шли по бошкам, насрать на все было, и... им насрать на все было, и они вылетали из институтов, ну, конечно, у меня есть знакомые, которые тоже вылетали из институтов, и нихера в итоге не добились, но есть у меня и товарищи, которые вылетели из института с первого-второго курса, с нашего института, с Кемеровского института коммерции, и, блин, сколько же их, человек, наверное, пять вылетело, и четверо из них отлично устроились, это люди практики, это люди, которые терапевти не могут просиживать штаны, вот, там, в лекториях, я была, не сказать, что буква Ешка, но я была напичкана вот этими комплексами хорошей девочки, и меня сдерживало, наверное, очень многое то, что я должна была делать все правильно, там, ходить на лекции, я безумно страдала, мне кажется, на этих лекциях, проседая, что, просаживая, там, штаны свои, конечно, с третьего курса я забила, хер на институт, но я в первого-второго курса уже себе подготовила почву для того, чтобы у меня были одни пятерки. К чему я это все говорю? Все-таки к тому, что самые крутые вещи совершаются людьми, у которых есть что-то, что они любят, и которые пылают дикой бешеной страстью к своему делу, они настолько сильно его любят, вот как, знаете, бывают девушки, которые любят своего парня, а он козел, и вот им кажется, но причем им кажется, да, что вот это вот, он козел, вот именно, знаете, наверное, есть в этом какая-то самоотверженная, может быть, какая-то даже самопредательская такая вот любовь, когда ты несмотря ни на что прешься, все равно делаешь, и ты не ожидаешь ничего, да, в какие-то моменты ты разочаровываешься бесконечно, ты иногда готов просто лечь на дно и сказать, все, я ухожу, я займусь чем-то другим, но есть какой-то вот этот огонек, который никогда, ну, ничем он, вот ничем его не затушить, и ты всегда чувствуешь, что он есть, и мне кажется, это преступление, его все-таки гасить. Вот мне просто еще интересно, что остались ли, вот насколько много у нас осталось людей, которые идут за, смело идут за тем, что они любят, плюс, сколько осталось людей, которые реально могут найти или создать то, что они будут безумно любить, то есть насколько вот много людей, которые могут изменить наш мир, потому что я уверена, что каждый может привнести сюда что-то новое абсолютно, насколько у нас много осталось людей, которые, вопреки всяким стереотипам, и взрослых в себе комплексов, могут все-таки вовремя скинуть всю эту шелуху и протиснуться сквозь вот это вот все, вот через это трехмерное наше пространство, к чему-то в другом измерении, схватиться за это и раскрыть для себя мир по-другому и продолжать с помощью этого, раскрывать его для себя. Потому что чем бы мы ни занимались, это дает нам огромные навыки познания мира в других каких-то ипостасях. Например, я сегодня даже со знакомой разговаривала. Мы обе ходим в тренажерный зал, но я когда, например, хожу в тренажерный зал, у меня очень часто возникает много интересных идей. У меня очень часто возникает много интересных инсайтов в том плане, что, например, я делаю какое-то упражнение, я испытываю определенные ощущения, я вижу определенный порядок выполнения, вижу определенный порядок хода мыслей, вижу определенные свои ощущения в начале, в середине, в конце, там в три четверти конца, в три четверти начала занятий. Я чувствую ощущения в разных частях своего тела, я вижу, как что-то меняется, я делаю анализы, провожу какие-то параллели, смотрю, как это работает у меня в жизни, если что, беру это, меняю. И очень часто я прихожу к невероятным инсайтам, которые помогают мне избавиться от какой-то тревоги, например, либо решить задачи, которые я не могла решить до этого, ответить на вопросы больше даже, на которые я не могла ответить для того, чтобы маленько вперед продвинуться в своих делах, в своих ощущениях. Вот так вот. Короче, я верю в то, что любое ваше дело нам помогает не то, чтобы чувствовать вкус к жизни, да, а это тебе нужно что-то любить. И я думаю, что не надо, даже нельзя ничем пренебрегать, если ты знаешь, что это... Ну, даже не знаешь, а нужно хвататься за любую возможность, наверное. за любую возможность, даже мельчайшего развития, ты даже не представляешь, как тебе откликнуться, например, курсы каллиграфии, я не знаю. Вот я когда начала учить корр или фотошопа, выучила все, а мне сейчас это приносит просто столько заказов. То есть я работаю еще параллельно на фрилансе иллюстратором, и это приносит огромное количество заказов, потому что это помогает мне воплощать мои какие-то фантазийные образы, мои фантазийные какие-то композиции, собирать из чего-то что-то новое, и ты не знаешь, что тебя приведет в конце концов к чему-то интересному в твоей жизни. в твоей жизни. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!